Ребята, всем привет! Сегодня у нас очень интересное видео. Сегодня буду варить алюминиевые банки. Зачем так много, спросите вы? А для тренировки? Изначально захотелось взять две алюминиевые баночки, выпить из них содержимое, выпить тот напиток, который там находится и сделать красивое видео. Смотрите, как я умею. Но при самых первых попытках выяснилось, что дело весьма непростое. Первая партия баночек была загублена. Смотрите, какие можно прожечь отверстия. И это еще не самое страшное. На первой партии было все гораздо хуже. Немалая часть испорченных банок уже давным-давно выкинута, ребята. Здесь остались лишь те, где более-менее что-то начало получаться. И есть новая партия из 12 банок, на которой мы сегодня будем экспериментировать. Итак, ребята, давайте для разогрева я вам включу кадры, снятые с той самой первой партии. Ребята, стартуем. Попробуем баночку. Туга во все стороны пляшек. Надо очень оперативно это делать. Вот так, ребята, первый дубль получается. Как бы получается. Здесь вот я косякнул. Огромную дырку сделал. Но вроде как немножко нащупал, как же варить алюминий. Дело, ребята, оказалось очень муторожным. На самом деле можно очень-очень много перепоганить этих банок. И так ничему и не научиться. Изначально я пытался варить, чтобы вообще не было прожигов. Но оказалось, что алюминий в банках неоднородный и прожиги, они все-таки нет-нет до появляются. В общем, где-то пару партий банок, а это около 6-8 штук, я загубил, так и не осознав, что в принципе практически нереально, ну по крайней мере на моем аппарате, там не так много настроек, практически нереально варить. И чтобы вообще не было прожигов. Вот таких, как здесь, например. В итоге я пришел к такому выводу, что нужно учиться тут же их заваривать. Как только я пришел к этому выводу, у меня уже что-то начало получаться. Вот смотрите, какая красота. Это уже из последней партии сварка. И можно заметить, что здесь все уже довольно-таки неплохо. Наверное, это даже самая лучшая банка. Здесь вот был, по всей видимости, прожиг. Но я его оперативно заварил. А здесь получается более-менее нормально. Получается так криво, шов неровный. Потому что нужно, чтобы быстро-быстро оно остывало. То есть только каплю наложил, она чуть растеклась и сразу продвигаю горелку. Либо отдаляю ее чуть-чуть назад, чтобы не прожечь. Потому что это, ребята, очень опасно. Доля секунды и мы имеем вот такую дыру. А так как там еще внутри напиток находится, точнее его остатки, все это начинает оттуда лезть. Образуется грязь, мусор, все вспенивается. Дальнейшая сварка просто бесполезна. Можно лишь заваривать совсем-совсем маленькие дырочки, которые образовались. В общем-то даже вот такие можно. Но вот это, это уже серьезная вещь. Ее если и можно заварить, то получится вот такая огромная шишка. Многие подписчики все думали, зачем у меня так много банок с под пепси? Зачем я пью столько много пепси? Возможно на пепси я и работаю по ночам. Но нет, ребята, эти баночки были мне нужны для сварки. Кстати, один приятный момент, ребята. После сварки этих банок, я здесь положил 6 баночек сваренных. То есть это то, где мне полностью удалось обварить шов по кругу. То есть нигде не прерывается и нет ни малейшего здесь отверстия. Можно даже наполнять водой. Оно даже не протекает. Но самое главное, как меня все время спрашивают в моих видео, а в чем смысл? Вот здесь смысл есть и он очень большой. Я научился работать с алюминием, можно сказать, уже на интуитивном уровне. Здесь толщина металла, ребята, 0,2 миллиметра. Вот здесь на донышке. В подтверждении моих слов я вам это даже продемонстрирую. Тут есть одна из неудачных баночек. Сейчас мы ее разрежем аккуратно и посмотрим толщину. Видите, как она изнутри выглядит. Значит, сама банка толщиной... Штангель здесь не пойдет. 0,1 миллиметра. Ну а донышко я измерял вот в этой области, как раз там, где проходит сварка. По микрометру здесь получается 0,23. Как бы тоже немного. И вот представьте, как легко мне варить металл, если хотя бы есть 1 миллиметр. То есть можно сказать, что эту технологию я уже подосвоил. В народе считается, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Итак, друзья, давайте-ка мы поднимемся наверх и я вам покажу, как я это делаю. Здесь на самом деле не все так просто, как хотелось бы. Во-первых, использовать буду вот такой аппарат аргонно-дуговой сварки. Настройка здесь простая. Ток сварочный ставлю на самый минимум. Меньше здесь не выставляется. АС-баланс тоже уменьшаю, ребята. Уменьшаю практически до минимума. То есть очистка алюминия от окислов будет минимальная. Если ее ставишь больше, очистка, конечно, лучше, но появляется большая вероятность прожига. Поэтому ставлю практически на самый минимум. Здесь аппарат разбалансирован у меня на данный момент. Я много чего варил после крайней партии баночек. Теперь нужно заново настраивать. Значит, по подаче газа тоже уменьшаю. Потому что если подача большая, то тоже не очень хорошо, ребята. Поставим вот так, где-то 10 литров в минуту. В процессе подкорректируем. Далее нам понадобится вот такое устройство для соединения двух баночек. Пробовал без него. Пробовал просто струбциной сжимать. Но это крайне неудобно, ребята. Поэтому сделал специальную приспособу. Также нам понадобится очень хорошая масса. Сделал СРС провода. Здесь около 1000 проволок. Тонких. И вот так вот просто ее туда загоняю. И постоянно хорошая масса. Даже с учетом того, что я буду проворачивать. Вот так. Масса все равно не теряется. Если плохая масса, ребята, это тоже грозит прожигами. Будем использовать синие электроды. Диаметр 1,6. Здесь можно было бы и потоньше использовать. Но у меня есть только такие. Заточил как игла и немножко притупил кончик. Далее по подготовке банок. Оксидную пленку зачищаю скотчбрайтом. Вот так. Прямо беру и хорошо натираю. Вот здесь в ямке нужно обязательно. Еще у меня есть вот такая 2000 губка. Прохожу еще и ей. Поверхность более полированная после нее. Окисел сняли. Теперь можно обезжирить. Обезжиривать буду ацетоном. Возьму новую тряпку. Ацетон считаю самой лучшей обезжиркой. Поэтому буду делать им. Ну а новая тряпка для того, чтобы на самой тряпке не было никакой грязи, жира и прочего. Все, ребята, обезжириваю. Все баночки донышком кверху. Ставлю присадочный пруток. Вот я его также подготовил. Тоже буду обезжиривать ацетоном. Говорят, еще электроды надо обезжиривать. Я в этом что-то не уверен, если честно. Но можем и их обезжирить. Это вообще не проблема. Вот они лежат электродики вольфрамовые. Можем и их обезжирить. И больше не браться за кончик руками. Все обезжирим. Вставляем массу. Массу тоже обезжирил. Здесь ток небольшой, но важно, чтобы масса не прерывалась при провороте банки. Электрод выставил примерно вот так. Где-то 9 миллиметров вылет. Практически касается щели, если вплотную поставить. Поставил сопло малого диаметра. Пятерочку. И все, ребята, можно пробовать. Самое страшное для меня здесь это сделать первую точку. Соединить две половинки. Именно здесь, на этом этапе практически всегда происходит прожиг. Прожиг алюминия. Все-таки 0,2 миллиметра. Это совсем мало. Включаем аппарат, ребята, и будем пробовать. Без шуток, друзья, вот как получается. Видите? Начало пошло. Здесь нет никакой магии. Это просто гиг сварка. Еще из нюансов. За один проход пройти не получается. Потому что банка все сильнее-сильнее разогревается. И в конечном итоге она прогорает. Поэтому желательно давать остыть. Опыт уже, опыт, что говорить. Сразу пошло дело. Без всяких проволочек. Видите, как хорошо идет? Фантастика. Давайте перевернем, чтобы не перекосило. И продолжим. Сделал два шарика. Утолщение металла. Сначала прицелился на одной стороне банки. Потом на другой. Потом их соединил. Ну а дальше уже легче. Получается, нагреваю сначала толстый металл. Ну и как только вижу, что мокреет, сразу туда присадочным прутком. И дело идет, ребята. И дверей. День пустота. Утолщение металла. День пустота. День пустота. Заим. День пустота. День пустота. День пустота. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, первых две банки за сегодня сварены. Получилось вот так. Получается, я вам скажу, все лучше и лучше. Было два прожига, но я их успешно заварил. Вот как получается, когда все идет гладко. Ну а вот здесь были прожиги. Видите, здесь немножко навалено металло. После такой тренировки варить обычный алюминий, хотя бы миллиметровой толщины, просто сказка и радость. Не скажу, ребята, что все просто и легко дается. Ну вот, как видите, это возможно. Ну и теперь самое интересное. Давайте проверим на герметичность. Потери уровня жидкости не наблюдается. Протру банку и посмотрим на шов. Каких-либо видимых протечек не наблюдается. В общем-то, как-то так, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. И да, ребята, не забудьте поделиться видео в соц сетях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...